Всем привет, с вами R-Programs и в этом видео мы с вами реализуем вот такую вот диаграмму. Для этого нам необходимо будет подключить пакет Synfunction Flutter Charts. Давайте перейдем в Pubspec YAML и далее вам необходимо будет подключить данный пакет. Давайте перейдем к реализации. Перейдем в файле main.art. Давайте удалим лишнюю информацию. Так, сделаем это. Вот таким вот образом. Далее необходимо будет создать класс ChartUp. Далее Extents. Ставим виджет. Далее создаем build, в который мы с вами передаем MaterialUp. МатериалUp, далее хон. Так... Чего так? Передаем сюда. Далее создадим myhomepage. Далее запишем status widget. Так, переведем его в StatefulWidget и передадим класс myhomepage в MaterialUp. Далее нам необходимо будет создать переменную trackball behavior. Далее создадим переменную yValues. Так, он будет из себя приставлять listWidget.com, далее yValues. Далее запишем initState. В initState мы передадим yValues. Здесь у нас за хардкоджены данные для нашей диаграммы. Далее в initState мы с вами запишем track behavior. trackball behavior, далее trackball behavior, здесь мы передадим enable true, line type мы передадим trackball, line type, none. Далее tooltip, settings. Далее interactive tooltip, здесь мы передадим CanShow marker со значением false. Так, далее точка запятой. Далее здесь мы запишем скайфолд 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 мы передадим appbar далее передадим title текст здесь мы запишем так заранее передадим конст так пишем эгрейдж ну инфу чай так далее давайте запишем функцию для для отображения сетки диаграммы так так здесь запишем sf cartesian chart обзовем функцию как build line line zone chart так так далее return return придадим пока таким образом далее зададим необходимые переменные final orientation равняется media query далее off контекст далее orientation далее следующее переменное назовем как переменной double далее контейнер далее orientation если orientation у нас ответ то мы оставим самый 80 если нет то 60 60 далее контейнер контейнер orientation так здесь мы выставим 60 а в этом случае 42 далее final double fold size далее 14 разделить на media query точка of контекст далее текст так scale так scale следующая переменная final double size здесь мы выставим 13 разделить на media query of context здесь мы передадим текст scale factor перейдем к sf partition chart здесь мы зададим background colors color white далее plot area border width здесь мы передадим 0 далее primary x axis здесь мы передадим date time axis далее h label placement здесь h label placement передадим shift так interval type зададим интернет type зададим ears далее формат здесь здесь понадобится нам пакет intel так давайте подключим данный пакет сделаем это вот таким вот образом здесь мы запишем data формат . далее здесь мы запишем так интервал укажем 10 далее major gridlines cost major gridlines вид 0 далее запишем запишем primary y axis здесь мы укажем interval 2 так major ticklines так major ticklines так укажем for or course transport далее variable format далее запишем value далее запишем minimum а 4 а 4 так 24 максимум делаем 36 6 запишем track ball behavior здесь здесь мы укажем трек ball behavior далее on track ball behavior укажем так так ball position changing здесь мы укажем trackball так вызовем так здесь нам необходимо будет записать трек здесь здесь запишем chart.info точка label равняется . chart.info далее запишем запишем header далее двоеточие плюс . chart.info . . . . . . . . далее с вами запишем annotations . . . . . . . здесь мы с вами укажем она пишем необходимо будет добавить информацию далее данную функцию нам необходимо будет передать купание сюда передать контекст и давайте запишем следующую функцию для отображения ли на нашей диаграмме здесь мы напишем как-то еще он серьезно также необходимо будет записать с вами класс здесь мы запишем чат data this x this y так далее final datatime.datatimex и давайте запишем здесь у нас будет y далее double далее запишем чат data и покажем datatimex и так далее запишем гетто онлайн зон сириаз далее запишем return так возьмем вот это откроем квадратные скобки далее запишем line css здесь мы с вами добавим далее запишем animation duration для 500 далее укажем data source для этого нам необходимо будет записать функцию list дальше запишем get data final list запишем далее запишем 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 так можем показать запишем for здесь запишем и и меньше и y и лис точка на и плюс плюс здесь надо понадобится восклицательный знак здесь запишем дата а.д. далее укажем чарт вот допишем дата тайм и плюс 1950 далее и крик values сюда передадим и запишем так здесь мы с вами подключим следующий пакет dart.ui вот таким образом градиент лидер здесь мы передадим details точка далее топ center далее details далее react точка button center далее color так далее const color далее форм lgbo здесь мы запишем 4 8 195 так далее так далее так давайте отредактируем наши цвета далее 26 12 12 23 1 26 12 23 1 1 26 229 11 10 12 10 229 и 229 10 так Далее double, запишем 0, далее 300, далее здесь мы запишем таким вот образом, далее запишем XValueMapper, здесь запишем как chart.data.sales, далее sales.x, далее запишем YValueMapper, здесь у нас Y. Так, давайте уберем лишние скобки, далее зададим вид 2, сохраняем, здесь мы вызовем series, передадим вот эту функцию, сохраняем, также нам необходимо все это будет вызвать метод dispose, далее YValueMapper, сделать clear. Таким вот образом, давайте посмотрим что у нас получилось. По итогу мы с вами получаем вот такую вот диаграмму с различной информацией. На этом уроке у меня все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, увидимся в следующих уроках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok